Вы когда-нибудь пытались подать в суд на Бога? Наверное, большинство из вас ответит отрицательно. А вот некоторое время назад, совсем недавно в нашей новейшей истории, сенатор американского штата Небраска Эрни Чамберс в августе 2008 года обвинил Бога в массовом уничтожении людей и захотел увидеть Всевышнего на скамье подсудимых в окружном суде. Сенатор вменил в вину Всевышнему ужасные наводнения, устрашающие ураганы, вселяющие ужас торнадо. По его мнению, Бог насылает не только стихийные бедствия, на Боге лежит ответственность за массовую гибель, разрушение и запугивание многих миллионов жителей Земли. Таким образом, сенатор потребовал ввести бессрочный судебный запрет на действия Всевышнего. На удивление, он даже получил свой день перед камерами. Хотя, казалось бы, наверное, судья здравомыслящая не должен был бы даже принять такое дело к рассмотрению, но он получил возможность выступить со своими обвинениями в суде. Его иск был принят в обработку и рассматривался судьей в Америке. Конечно, эта история звучит как что-то недопустимое, безумное, богохульное. И это будет правильная оценка таких действий. «Кто ты человек, что споришь с Богом?» Говорит послание к римлянам. Человек не может спорить с Богом. Однако, оглянитесь назад и посмотрите на свою жизнь. Загляните в собственное сердце. Разве у вас никогда не возникало такого искушения подать в суд на Бога? Ну, выставить Богу какую-то жалобу против того, что Он сделал в вашей жизни у вас на глазах, может быть? Разве вы никогда не таили в себе мысль о том, что Бог несправедливо что-то сделал, может быть, с вами, или с вашими близкими, или с известными вам людьми? А может быть, кто-то даже сейчас предъявляет Богу такое вот обвинение в несправедливости при помощи своего ропота или недовольства. В Библии был один человек, который тоже захотел судиться с Богом. Ему казалось, что Бог либо допустил ошибку, либо проявил несправедливость. Бог подверг его несправедливому страданию. В оправдании этого человека нужно сказать, что действительно у него были причины так думать. В отличие от нас, которые гораздо более грешные и гораздо больше заслуживают всяческих неприятностей в нашей жизни, этот человек был очень высокоморальным и очень праведным с человеческой точки зрения. И не было какого-то вот явного греха, за который его можно было бы осудить. И действительно, страдания, которые постигли этого человека, они, их иначе как эпическими не назовешь. То есть, таких страданий мало кто переносил в истории человечества. И они все выпали на его жизнь за короткий промежуток времени. И вот он захотел судиться с Богом. Однако Господь научил его, что даже в такой ситуации нужно уповать на Бога. Бог не допускает ошибок и не проявляет несправедливости, даже когда мы не понимаем причин того, что с нами происходит. Этот человек, как вы догадались, кто? Иов. И мы сейчас будем с вами разбирать книгу Иова. Давайте для начала, прежде чем мы рассмотрим, собственно, содержание этой книги, немножечко поговорим о том, кто автор этой книги, когда она была написана, почему мы начинаем обзор Ветхого Завета именно с этой книги, с книги Иова. Как вы думаете, кто автор книги Иова? В самой книге вроде бы ничего не написано на этот счет. Не говорится книга такого-то пророка, который написал историю об Иове и так далее. Я предполагаю, высказывалось вообще множество разных предположений насчет авторства книги Иова, но, на мой взгляд, самым логичным, как мне кажется, предположением является то, что автором этой книги был сам Иов. Он представлен в этой книге как Божий пророк, как человек, к которому Бог обращался лично. Есть и другие теории. Некоторые считают, что автор этой книги Моисей или Соломон, или Исаия, Иеремия, Ездра, но они проблематичны из-за очень больших стилистических и лексических расхождений между книгой Иова и этими книгами. Когда читаешь в оригинале, то разница... Вот книга Иова, она выделяется в еврейском языке своим стилем и своей лексикой, очень сильно выделяется, отличается от всех остальных книг Ветхого Завета. Ее можно рассматривать даже как чуть ли не отдельный диалект. Вот. Чуть ли, может быть, с преувеличением говорю, но все равно. Так что ни Моисей, ни Ездра, ни Исаия, ни Соломон не могли быть авторами этой книги стилистически. Есть также предположение, что, может быть, это какой-то анонимный автор, который остался неизвестным и просто рассказал нам историю об Иове. Гипотетически это возможный вариант, но, как мне кажется, было бы немного странно, если бы автор столь фундаментальной в философском и поэтическом отношении книги остался бы неизвестным, а при этом в самой этой книге главным человеком, который контактирует с Богом, был бы представлен Иов. Поэтому, мне кажется, что наилучшее предположение, что автором книги и был сам Иов, хотя в начале этой книги показано, что Иов не знает причин своих страданий, и это один из основных аргументов, который приводят люди, которые отвергают авторство Иова или не соглашаются с авторством Иова. Но Иову не обязательно было писать эту книгу по мере событий, ему не обязательно было писать эту книгу, наблюдая все, что происходит. Он мог написать ее, когда это уже все произошло. А когда все это уже произошло, ему уже было открыто, уже явился ему Бог, и вполне мы можем предположить, что Бог открыл ему и то, что происходило в самом начале, в том числе и явление сатаны пред Богом. Как эта книга появилась в Израиле? Гипотетически книгу Иова мог принести Израилю Моисей из Мадиана, где он проживал 40 лет. Помните, Моисей бежал из Египта в 40-летнем возрасте и 40 лет жил в Мадиане, прежде чем вернуться обратно в Египет в 80-летнем возрасте. Так вот, 40 лет, проведенных Моисеем в Мадиане, где, кстати, тоже существовало поклонение Богу Яхве. Там же он встретил Рагуила, своего тестя, который был священником тоже Бога Яхве, Бога Всевышнего. Вот. И надо сказать, что Мадиан находился по соседству с землей Уц, в которой жил Иов, или, может быть, даже являлся частью этой более широкой области, которая называется землей Уц, в которой проживал Иов. Вот. Так что, гипотетически мы можем предположить, что Иов был Божьим пророком вне израильского народа на территории земли Уц. И, возможно, что Моисей как раз в качестве трофея своего 40-летнего пребывания в Мадиане, он принес эту книгу Израилу. Возможно. Описываемые в этой книге события должны относиться к периоду патриархов. Поэтому мы рассматриваем книгу Иова как самую древнюю книгу в Ветхом Завете. Она древнее, чем Пятикнижие Моисея. Пятикнижие Моисея – это автор Моисея. Естественно, мы об этом будем говорить позже. Если кто-то будет смотреть из шибкограмотных и скажет, да нет, Моисей не мог быть автором Пятикнижия, мы скажем, что это либеральные теории, и мы подробно рассмотрим, ну, более подробно, так скажем, рассмотрим, почему они не могут быть истинными, мы рассмотрим, когда будем говорить о Пятикнижии Моисея. Вот. Вернемся к нашей книге Иова. Так вот, автором Пятикнижия был Моисей, а книга Иова относится к периоду до Моисея. Сам Иов жил в период до Моисея. Я сейчас приведу аргументы, почему это так. Иов жил в период до Моисея. И поэтому, если, тем более, если Иов и был автором этой книги, да, то книга Иова является самой древней книгой Ветхого Завета, даже более древней, чем Пятикнижие Моисея. Откуда мы знаем, что события книги Иова относятся к периоду патриархов? Из множества косвенных аргументов. Во-первых, продолжительность жизни Иова. Мы узнаем, что Иов прожил около 200 лет. В 42 главе 16 стихе мы читаем. «После того Иов жил 140 лет». То есть после всех событий книги. Конец. Он еще 140 прожил. При этом в самой книге он представлен не как молодой человек, а как человек, у которого уже были взрослые дети как минимум, и которого, например, тот же самый Елеуй воспринимает как уже старшее поколение. Итак, Иов уже был в возрасте. И после того, как он был в возрасте, ну по нашим меркам, он прожил еще 140 лет. Так что, если мы скажем, что общая продолжительность жизни Иова была около 200 лет, я думаю, мы не ошибемся. А это как раз соответствует периодам жизни, длительностям жизни таких патриархов, как Авраам, 175 лет, Фарра. Фарра, кажется, прожил, сейчас, если мне память не изменяет, 185 лет даже. Вот. В общем, это соответствует более раннему периоду, гораздо более раннему, чем времена Моисея. Моисей прожил 120 лет. Но при этом в свое время он писал дней лет наших 70, при большей крепости 80. То есть, средняя продолжительность жизни, он все равно был долгожителем, да, средняя продолжительность жизни все равно была меньше. А Иов у нас попадает, соответственно, в более ранний период, который ближе к потопу стоит. Дальше в книге Иова мы видим общественное устройство вокруг патриархального рода. То есть, мы видим, что Иов является главой своей семьи, патриархом, у которого собираются дети, он за них приносит жертвоприношения. То есть, это общественное устройство периода патриархов. То есть, так же жили Авраам, Исаак и Иаков. Но не Моисей уже, не после установления завета Моисеева, когда у нас устройство жизни вокруг израильского народа. Халдеи, убившие слуг Иова, были еще кочевниками. Они перешли к оседлому образу жизни ближе к концу второго тысячелетия. Так что это, значит, относит нас, наверное, к началу второго тысячелетия до нашей эры. Тоже период патриархов. Богатство Иова измеряется не деньгами и не серебром, а скотом. Это тоже более ранний патриархальный период. Точно так же измеряется богатство Авраама скотом. Иов выполняет священнические функции в своей семье. Мы узнаем из первой главы, что он приносит жертвы за своих сыновей. Это было бы невозможно при завете Моисеевым. Также в книге Иова не упоминается ни Авраама в завет, нет ссылки на Авраама, ни Израиль, ничего не говорится об Израиле, израильском народе, ничего не говорится об исходе или законе Моисеевом. Что показывает, что Иов, наверное, жил вне израильского народа и, вероятно, ну, как минимум до завета Моисеева, как минимум. Далее, в 42 главе 11 стихе Иова 42.11 в оригинале упоминается древняя денежная единица, монета. Я не помню, как в Синодальном у нас переведено. Кажется, может быть, даже просто монета, если не ошибаюсь. В еврейском оригинале дано название этой монете Кесита. Кесита. Это древняя денежная единица, ее точное достоинство неизвестно, но интересно, что это слово встречается в Ветхом Завете всего три раза. Два раза в отношении, один раз, извиняюсь, в книге Иова, один раз в книге Иова и два раза в отношении покупки поля Иаковом в книге Бытие. То есть вот в еврейском оригинале название Кесита встречается три раза. Два раза в связи с Иаковом, патриархом, и один раз в книге Иова. И потом она больше не упоминается нигде больше, ни в какой другой книге. Вполне возможно, что вот употребление одной и той же денежной единицы тоже роднит период. Книга Иова относит примерно к периоду патриархов. Ну и, наконец, присутствие в книге трех имен Уц, Вуз и Шева. Уц упоминается в первом стихе, Вуз в 32 главе втором стихе и Шева первая глава пятнадцатый стих. Вот это тоже аргумент, который позволяет нам немножечко датировать эту книгу. Дело в том, что Уц и Вуз были сыновьями Нахора согласно Бытие 22-21. То есть это все из родства Авраама, из Авраамова родства. Нахор был родным братом Авраама. Вот так вот Уц и Вуз были сыновьями Нахора, а Шева был внуком Авраама через Хептуру и упоминается в Бытие 25-3. Если персонажи книги Иова Уц, Вуз и Шева были потомками именно этих Уца, Вуза и Шевы, то события книги Иова нужно отнести к периоду между патриархами и Исходом. Причем скорее всего ближе к Исходу, когда у Уца и Вуза и Шевы уже были потомства в виде уже существовавших племен или народов. Вот примерно так мы можем датировать книгу Иова между патриархами и Исходом, наверное, ближе к Исходу, и это относит таким образом книгу Иова близко ко времени, когда Моисей находился в Мадиане за 40 лет до Исхода. Все сходится. Ну, по крайней мере в качестве гипотезы. Мы не можем настаивать на всех вот этих фактах, но это вполне возможное объяснение и логичное объяснение. Уц это обширная территория к востоку от Иордана, которая включала в себя Едом и Арам. Эдом относился к земле Уц и Арам, Арамея относилась к земле Уц и Мадиан скорее всего тоже входил в эту землю. Эдом и Мадиан они граничили друг с другом. Вот, так что все это территория потомков Авраама или Фары, если там Уц и Вуз это потомки Фары через Нахора. В общем, все это одно семейство. Мы знаем, что семейство Фары начала поклоняться Богу Яхве, то есть они упоминают и Нахор и Лаван, упоминают имя Бога Яхве, вот, и это роднит вот этих вот людей, соответственно, с Авраамом и его потомками, с израильским народом. Для того, чтобы понимать книгу Иова, очень важно учитывать жанр этой книги. Очень важно учитывать жанр этой книги. Это судебная драма. Жанр книги Иова можно обозначить как судебная драма. Это драма в том смысле, что основная часть содержания книги представлена не описанием событий, а диалогами, то есть подобно драматической постановке. Драма это значит как театр, когда на сцену выходят герои и они разговаривают. В театре драма равно театр. В театре вы не видите экшена. Его сложно показать, это уже прерогатива кино. То есть в театре там слишком много экшена не будет. Там нет каких-то событий, там не скачут кони по сцене чаще всего. Чаще всего в театре люди выходят и разговаривают и все действие передается через их разговоры. Вот это то, что мы видим в книге Иова. В книге Иова очень мало экшена и очень много диалогов. То один человек говорит, то другой. В этом смысле книга Иова представляет собой драму. И эта драма именно судебная, потому что все события книги Иова происходят в контексте древней судебной тяжбы. Спора между двумя сторонами при свидетелях. Судебная тяжба это не обязательно уголовное преступление, это не обязательно вообще разбор какого-то преступления, это вообще просто фактически спор двух сторон при свидетелях. И вот это то, что мы видим в книге Иова. В книге Иова как раз есть спор двух сторон. С одной стороны Иов, с другой стороны его трое друзей, и это все происходит при свидетелях. Книга Иова наполнена словами, относящимися к судебному процессу. Там встречается, и не просто по разу встречается, а много раз встречаются такие слова, как суд, правосудие, состязание, состязаться, это все в смысле судебном, то есть спорить. Судья, судить, неправосудие, тяжба, противник, защитник, обвинять, обвинение, оправдывать, оправдание и так далее. Далее, я как-то выписывал все места, связанные вот с этими терминами из книги Иова, и у меня получился внушительный список. То есть, каждый из этих терминов употребляется, как правило, по нескольку раз в этой книге. Контекст происходящего хорошо отражают слова Елеуя. 31 глава, 4 стих, я прочитаю в своем переводе, звучит так. Суд изберем для себя, узнаем между собой, что хорошо. Это вот самый буквальный перевод слов Елеуя. Суд изберем для себя, узнаем между собой, что хорошо. То есть, есть две стороны, которые спорят, между ними происходит тяжба, и они хотят определить, кто из них прав, а кто не прав, что хорошо, что плохо. Также Иов говорит, 31 глава, 35 стих, о, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы вседержитель отвечал мне, видите, истец и ответчик, и чтобы защитник мой составил запись адвокат и запись судебного процесса. То есть, это формальный судебный процесс. Если этого не понимать, то мы упустим половину, ну или часть содержания книги Иова. Если мы только не понимаем, что перед нами формальный судебный процесс, то мы не поймем каких-то вещей в книге Иова. Судебная тяжба в книге Иова происходит в трех плоскостях. Во-первых, Сатана против Иова. В 1 главе 9 стихе Сатана задает вопрос, разве даром богобоязнен Иов? То есть, он ставит под вопрос мотивы Иова, и тем самым как бы выступает истцом, обвинителем против Иова. Вторая плоскость судебной тяжбы – это Иов против Бога, 31 глава 3 стих, извиняюсь, 13 глава 3 стих. «Но я к вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Надо понимать, состязаться – это не в смысле спортивных состязаний, в смысле судебной тяжбы, состязания словесного. То есть, он призывает Бога на суд, как и в других местах он говорит. Итак, Сатана против Иова, Иов против Бога. И, наконец, третья плоскость, самая выпуклая, наиболее четко видная в этой книге – это трое друзей против Иова. Трое друзей против Иова. 22 глава 5 стих, один из этих друзей говорит. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца». То есть, они обвиняют Иова. Итак, судебная тяжба происходит в трех плоскостях, и разрешаются эти три тяжбы в книге Иова следующим образом. Во-первых, вопреки утверждениям Сатаны, вопреки утверждениям Сатаны, праведность Иова бескорыстна, поскольку он благословляет Бога, несмотря на страдания. То есть, первая тяжба – Сатана против Иова. Сатана проигрывает Иову, выносится здесь признание правоты, оправдательный приговор. Праведность Иова бескорыстна. Во-вторых, вопреки заявлениям Иова, его страдания – это не ошибка и не недосмотр со стороны Бога, а часть Божьего премудрого замысла. То есть, вторая плоскость – Иов против Бога. Здесь Иов проигрывает, Бог выигрывает. То есть, вот это стремление Иова сказать, что ты что-то неправильно сделал, оно неправильным оказывается, несправедливым. Бог показывает, что его замысел премудрый. Иов просто его не понимал до конца. Ну и, наконец, третья тяжба разрешается так. Вопреки обвинениям трех друзей, Иов не был хорошо замаскировавшимся нечестивцем. То есть, в отношении обвинений трех друзей Иов был полностью оправдан, а они признаны неправыми. Понимание судебного контекста драмы Иова позволяет понять и роль Елеуя. Это с древнейших времен, с прошлых веков фигура в этой книге самая загадочная и вызывающая больше всего споров. Елеуй не упоминается в начале книги. Он появляется неожиданно в определенной главе, там типа 34, кажется, глава, он появляется впервые. И точно так же в 37 главе он неожиданно исчезает. И в конце, когда, например, Бог выносит свой вердикт и говорит, что Иов более прав, чем его трое друзей, Елеуй тоже никак не упоминается. Ни в числе правых, ни в числе неправых. И вот из-за того, что он неожиданно появляется где-то ближе к концу книги и так же неожиданно исчезает, он остается загадочной фигурой. И какие только толкования не предлагались. Некоторые предлагали видеть в фигуре Елеуя чуть ли не самого Христа. Что это как будто бы Христос, божественный такой же персонаж, является, ниоткуда появляется и никуда исчезает в никуда. Вот. И что как будто бы, если Бог не упоминает его в своем вердикте в конце, то это потому, что, ну, он сам, сам Елеуй, как божественный персонаж, устами Бога выносит этот вердикт. Но в самой книге на самом деле нет никаких таких указаний. То есть, ничто не позволяет считать Елеуя Христом. Более того, Елеуй высказывает несколько вещей более неправильных, чем трое друзей Иова. Фактически, его обвинения в адрес Иова на порядок хуже, на порядок хуже, чем обвинения трех друзей. Я это вам продемонстрирую. Ну, давайте, сейчас я продемонстрирую. 34 глава, 7-8 стихи. 34 глава, 7-8 стихи. Смотрите, Елеуй говорит. Прежде чем прочитать слова, давайте я еще одну теорию вам назову, еще одну теорию. Итак, некоторые считают, что Елеуй – это Христос, некоторые считают, что Елеуй – это хороший утешитель. Иов называет трех друзей жалкими утешителями. Вы – жалкие утешители. И вот на контрасте с тремя друзьями, некоторые считают, что Елеуй – это не жалкий утешитель, а хороший утешитель. И, поверите или не поверите, но есть целые направления душепопечения, которые приводят Елеуя в качестве идеального душепопечителя. И говорят, что давайте не будем быть плохими душепопечителями, как трое друзей Иова, будем хорошими душепопечителями, как Елеуй. Вот, трое друзей, они несправедливо обвиняли Иова, они набрасывались на него. А вот Елеуй, он подходит справедливо, взвешенно и дает точную оценку. Цитирую Елеуя. 34 глава, 7-8 стихи. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми? Это Елеуй, типа нежалкий утешитель. Но нет, на самом деле это, конечно, выдавание желаемого за действительное, это очень поверхностный взгляд. Елеуй, это, если трое друзей жалкие утешители, то Елеуй это вообще не утешитель. То есть его обвинения самые, самые крайние, самые суровые. Если трое друзей просто обвиняют Иова в том, что у него есть тайный грех, то Елеуй говорит, что у него не просто есть тайный грех, а что он самый худший грешник из всех. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду? То есть Елеуй обвиняет Иова в том, что Иов глумится над ними всеми, то есть извращает суд, смеется, насмехается сейчас на судебном вот этом вот заседании. Конечно, это очень жесткое обвинение. Дальше вступает в сообщество с делающими беззаконие. Те говорили, трое друзей, что Иов это делает, Елеуй это подтверждает. Ходит с людьми нечестивыми. Тоже Елеуй то же самое говорит. На самом деле, если Бог признал трех друзей Иова неправыми и сказал, что их обвинения против Иова были несправедливыми, то обвинения Елеуя тем более должны быть признаны несправедливыми. Так что нет, это не Христос. И нет, конечно же, это не хороший душепопечитель. Елеуй глубоко неправ в этой истории. Тогда, да, еще одна теория в отношении Елеуя. Из-за того, что он неожиданно появляется, неожиданно исчезает, либеральные ученые, то есть, которые не верят в Богодухновенность Библии, рассматривают Библию как чисто человеческий источник, они объявили, что история о Елеуе это позднейшая вставка. То есть, что как будто бы сначала эта книга была без Елеуя, и без Елеуи она хорошо читается, а потом кто-то взял и добавил туда еще свое творчество. Но это тоже основано на непонимании контекста. То есть, либералы, отвергающие Богодухновенность Библии, точность, достоверность Библии, чаще всего они невнимательны к каким-то деталям. Чаще всего. И вот здесь вот эта теория основана на элементарном непонимании контекста. Контекст судебной драмы как раз-таки позволяет нам хорошо понять роль Елеуя. Откуда он взялся и почему в конце книги Бог не выносит о нем никакого вердикта, ни положительного, ни отрицательного. Дело в том, что древний суд, а мы помним, что речь идет именно о судебной драме, древний суд обычно проходил у ворот города в присутствии множества вольных наблюдателей. И вот здесь вот надо произвести такую в своем сознании поправочку на время, на культуру. Мы часто представляем себе суд как такое действие, ну, по крайней мере, я представляю. Я не юрист, у меня нет юридического образования, я могу заблуждаться. Я, честно говоря, на живом суде был всего один раз, и то за дверями суда. Я потому что паспорт забыл. Поэтому меня даже на заседание не пустили в качестве свидетеля. Но я себе представляю суд как что-то, где есть официальный какой-то государственный обвинитель, есть судья, и, в принципе, это может происходить при закрытых дверях, никто это не видит, и может вообще быть без свидетелей гипотетически. Какие-то особо важные секретные дела могут рассматриваться, наверное, узким кругом, я так думаю. У нас есть юристы, пусть поправят меня. Но вот древний суд, древний суд, нам надо понимать, это совсем другое явление. Места суда были на открытом воздухе. Причем это было как у греков, так и на Ближнем Востоке, так и у евреев. Вот, и у других народов Ханаана, например, там и окружающих территорий. Вот, у греков, например, вы можете почитать, есть очень интересное произведение, «Апология Сократа», описывается, Платон, автор, он описывает суд над Сократом, он описывает очень четко и структуру суда, и если вы возьмете эту книгу с комментариями, вы можете прочитать, как ученые объясняют, как проходил суд у греков. Вот, это было на воздухе, на природе. Мне довелось побывать в Афинах на Ареапаге. Ареапаг – это гора, которая была местом верховного суда у афинян. Афинян – это была гора, ничем не огороженная, там были только скамейки, скорее всего, или какие-то седалища установленные, но это было на всеобщем обозрении, и, в принципе, люди могли приходить и быть, ну, слушать, как свидетели. Так это было у греков, и точно так же было у народов Ближнего Востока. Но только у народов Ближнего Востока обычно этот суд проходил у ворот города. У ворот города. Ворота города – это самое проходное место. Поэтому-то там и собирались все административные органы. Когда нужно было кого-то найти, телефонов не было. Пейджер Джан еще тоже не вырос. В общем, когда нужно было кого-то найти, садились у ворот города и ждали. Когда нужно было собрать людей, собирали у ворот города. Так вот, это самое людное место, и вот там проходил суд. Итак, древний суд – это мероприятие публичное. Более того, в те времена, когда у людей не было интернета, и даже не было телевизоров, и даже не было радио еще пока. Представляете? Суд, да и вообще любые тяжбы, споры, которые проходили у ворот города – это было что-то наподобие городского развлечения. То есть, весь город стекался туда вечером, чтобы послушать, что там происходит, что старейшины города нарешают. Так вот, Иов и его трое друзей, они спорят между собой не за закрытыми дверями дома у Иова, не на кухне около зажженной комфорки за чашкой чая. Какой комфорки? Древний, конечно, древний, мадианской. Я анахронизмы люблю использовать из нашего времени. Так вот, вот эта вот тяжба Иова и его трех друзей, она происходит не дома за закрытыми дверями, а это публичное событие, это суд. Они между собой говорят, но куча людей слушает. И вот отсюда нам становится легко понять, кто такой Елеуй и откуда он берется. Скорее всего, Елеуй – это голос из толпы. После того, как у главных обвинителей закончились аргументы, слово предоставляется присяжным заседателям, свидетелям. Вот как раз толпа, она на древнем суде голосовала, и голосованием участвовала в этом суде. Тоже нужно понимать, что это не просто решение одного какого-то судьи, поскольку это происходило на глазах у народа, сторонам было важно убедить народ. И вот две стороны между собой спорят, Иов и его трое друзей по очереди, убедили они народ или нет. И вот теперь Елеуй как раз показывает нам реакцию народа. Он встает из толпы и как бы от лица всех слушателей присоединяет свой голос, выносит свой человеческий вердикт. То есть, если бы все закончилось земным судом, то вердикт был бы вердиктом Елеуя, что Иов не просто виноват, как говорили трое друзей, а еще хуже виноват. Однако Божий вердикт в конце истории опровергает эти обвинения. Если бы все заканчивалось только лишь земным человеческим судом, то многие праведники были бы обвинены, многие нечестивые были бы оправданы. Но как хорошо, что есть Божий суд. И вот книга Иова позволяет нам, она как бы приоткрывает завесу и позволяет нам увидеть Божий суд. Заранее предвосхитить его, почувствовать его уже здесь на земле, да, когда Бог явился, как бы небесный суд спустился на землю в книге Иова. И мы понимаем, что все те, кто были несправедливо обвинены земными судами, Бог их оправдает. Все те, кто были несправедливо оправданы земными судами, Бог их осудит. Потому что есть Божий суд. И вот книга Иова, она как раз приоткрывает нам этот Божий суд. Бог не выносит в этой книге никакого вердикта Елеую, просто потому что Елеуй не был стороной тяжбы. Судебные прения шли между Иовом и его тремя друзьями. Бог не выносит, как и вообще сейчас суд тоже, не выносит никакого вердикта присяжным заседателям, да. Их роль просто наблюдать и высказать свое мнение. Но даже если они неправы, им не предъявляются никаких обвинений, правильно? Так же и Елеуй. Хотя он грубо неправ в отношении Иова, но он никак не звучит в Божьем вердикте, потому что он не был стороной тяжбы. Две стороны тяжбы это Иов и трое друзей. И вот именно им Бог выносит свое решение. Основная тема книги Иова, основная тема книги Иова, страдания, даже весьма интенсивные и болезненные, могут быть не связаны с личным грехом самого человека. Однако страждущий при этом не должен обвинять Бога, потому что он не знает всех деталей Божьего замысла о его жизни. Может быть, через его страдания Бог пишет историю вселенского масштаба, чтобы поставить ее в пример и людям, и ангелам. Вот история Иова, она дошла до нас в письменной форме. Не все истории несправедливых страданий оказываются записанными, хотя некоторые из них входят в биографии. Но некоторые из этих историй несправедливых страданий становятся известны просто соседям, близким, друзьям, церквям. И таким образом Бог преподает уроки через людей, несправедливо страдающих. Отвечая Иову, Бог объясняет свои действия не просто правом сильного. Мол, что хочу, то и делаю, да? А ты кто такой? Заткнись, да? Нет. Бог указывает Иову на то, что его промысел бесконечно мудр. Настолько мудр, что люди не всегда могут его постичь. Если мы не можем понять даже Божьих дел в творении, а это как раз то, что Бог показывает Иову. Он говорит, можешь ли объяснить вот это, можешь ли объяснить то? Если мы не можем постичь даже Божьих дел в творении, то как мы можем уразуметь смысл всего, что происходит в нашей жизни? А если не можем уразуметь смысл всего, то для чего обвиняем Бога в несправедливости? Итак, книга Иова учит нас прославлять Бога даже тогда, когда нам кажется, что Он оставил нас или повернулся против нас. Для того, чтобы мудро реагировать на страдания, нам необходимо помнить три истины о Божьем действии. Давайте коротко разберем эти три истины из содержания книги Иова. Первая истина о Божьем действии. Во-первых, Бог властвует над страданиями. Бог властвует над страданиями. Это мы видим из первых двух глав. Первая истина заключается в том, что Бог властвует над страданиями. Он владыка всего, что происходит в нашей жизни. И ни одно событие не случается без Его контроля. Христос говорил, не две ли малые птицы продаются за оссарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Вашего? Пророк Иеремия восклицал, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Это неправильное утверждение, да? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? И бедствие, и благополучие от уст Всевышнего. Писание говорит, что даже искушение находится под контролем Бога. Первое Коринфянам 10, 13. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». И это мы как раз видим в книге Иова, когда Бог попускает сатане искушать Иова, но лишь до определенного предела. Итак, Бог владычествует над всеми обстоятельствами нашей жизни, и эту истину прекрасно иллюстрирует книга Иова. Во-первых, книга Иова показывает, что Бог властен хранить от бедствий. Начинается эта книга с того, что у Иова было хорошо, все хорошо. Бог хранил его от бедствий, Бог благословлял его, и, можно сказать, заслуженно. Потому что Иов был праведником, Бог благословляет послушание. Это общий принцип Писания. И как на это указал сам сатана. Отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». То есть, Бог давал Иову благополучие. Бог кругом оградил его, и дом его, и все, что у него. Бог властвует над благополучием. Но также Бог властвует и над бедствиями. Это в следующих стихах мы видим конец первой главы и до конца второй главы. Ответ Бога на вызов сатаны открывает нам важную истину. «Хотя сатана и является непосредственным совершителем зла, никакие бедствия не выходят из-под Божьего контроля». Дьявол на привязи у Бога. Он может причинить зло лишь тогда, когда это допустит Бог, и лишь в той степени, в которой Бог ему разрешит. До этого Бог не разрешал этого, и у Иова все было хорошо. В этот момент Бог сказал, а теперь можешь сделать вот это. Но лишь до такой степени. Сначала Бог отдает в руки сатаны имущество Иова, но не разрешает ему трогать самого Иова. То есть Бог определяет границы искушения. Вот до сих пор можешь дойти, дальше не можешь перейти. И сатана ничего не может сделать сверх этого. Затем Бог забирает у него здоровье, делая его жизнь невыносимо мучительной, однако запрещает сатане погубить душу Иова. Ни один волос не упадет с головы человека, если Бог не попустит этому случиться. Итак, страдания тоже находятся под Божьим контролем, настолько же, насколько и сам сатана находится под Божьим контролем. Сатана не может перейти черту, установленную для него Богом. Эту истину прекрасно понимала другая библейская героиня Наиминь в книге Руфь. Она говорила, Руфь, 1 глава, 20-21 стих, «Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил мне Господь с пустыми руками. Господь заставил меня страдать, и вседержитель послал мне несчастье». То есть она понимала, что и страдания в нашей жизни контролирует Бог. Однако она говорила это не с обвинением против Бога, она говорила это, признавая то, что Бог по факту совершил в ее жизни, и понимая, что она не права в своих решениях в прошлом. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, «Если вы еще живы, я думаю, что если вы слушаете и способны ответить на этот вопрос, то вы еще живы, то сознаете ли вы, что это не потому, что вы не интересны сатане, а потому что Бог хранит вас от зла? Бог хранит вас от зла. Он не допустил ничему большему случиться в вашей жизни, даже если он допустил в вашей жизни какие-то страдания, он не допустил большего. Помните, что праведность человека не гарантирует отсутствие страданий здесь на земле. Бог ограничивает зло и посылает такие испытания, которые человек в состоянии перенести, оставаясь верным ему. На небесах происходят события, о которых верующие ничего не знают, но которые оказывают влияние на их жизнь. Сатана на небесах явился перед лицом Божьим. Иов об этом не знал, но это оказало влияние на его жизнь. Так же это и сейчас происходит. Вместо того, чтобы пытаться объяснять причину страданий или бедствий, мы в смирении должны признать, что Бог может использовать эти страдания для достижения небесных целей. Несмотря на острую боль, человек должен поклоняться Богу, признавать Его власть и смиряться в страданиях. Истинные верующие не отвернутся от Бога, но всегда будут стремиться к тому, чтобы прославлять Его свои реакции на трудности, как это сделал Иов, благословляя Бога снова и снова. И истина о том, что Бог имеет власть над бедствиями, помогает нам справляться с болью потерь. Итак, первая истина, которую мы видим в книге Иова, это то, что Бог властвует над страданиями. Вторая истина – Бог приближает к себе. Это мы видим в большей части книги Иова от 3 до 42 главы 9 стиха. От 3 главы, начало до 42 главы 9 стиха. Бог приближает к себе. Наблюдая за диалогами между Иовом и его друзьями, мы можем видеть, как Бог оттачивает характер и богословие Иова. И через это делает его ближе к себе. Мы можем сказать, что Иов, хотя он и был праведным до этого в своей жизни, но он не был совершен в своем богословии, то есть в своем понимании Бога. А вот через все то, что Бог заставил его пережить, и мы имеем в виду не только сами страдания, но и обвинения друзей и споры, которые шли, через все это Бог отточил богословие Иова. Иов начинает эту книгу с одним богословием, заканчивает немножечко с другим. Его понимание Бога углубляется. Итак, что мы можем здесь увидеть? Во-первых, Бог приближает к себе, напоминая о бренности жизни. Третья глава. В третьей главе, после семи дней молчаливых размышлений, Иов начинает говорить и с самого начала проклинает день своего рождения. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек». Скорее всего, это проклятие связано с тем, что Иов ясно осознал бренность своего существования. Он настолько мал и незначителен, а его полное страдание и жизнь настолько никчемна, что лучше было бы не родиться, как казалось. Понятно, что в этих словах, в этих полных горечи словах присутствует как минимум поэтическое преувеличение, гротеск, как максимум признание невыносимости своих страданий. Однако с подобного осознания своей слабости, своей никчемности, зачастую начинается более серьезное приближение к Богу. «Как учил Христос, блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное». Дальше Бог приближает к себе, допуская нападки других людей. Это большая часть книги, с 4 по 31 главы «Нападки других людей». То, чего Сатана не мог добиться через обстоятельства, он добился отчасти через близких Иову людей. Сначала жена Иова, а потом и его друзья, вместо того, чтобы утешить и поддержать, стали несправедливо обвинять его в страшных грехах. В итоге Иов окрестил их жалкими утешителями. 16 глава 2 стих. Скорее всего, дебаты между Иовом и тремя друзьями происходят не в закрытом помещении у него дома, как мы сказали в присутствии свидетелей. Из числа зрителей впоследствии появляется Елеуй. Иов начинает с утверждения, что его страдания незаслужены, тем самым как бы бросая упрек Богу в несправедливости. Я не заслужил, а Бог это сделал. Трое друзей, вступая в спор с целью защитить Бога, то есть вроде бы с благим мотивом, начинают все больше и больше обвинять Иова, приписывая ему страшные грехи. Это только усугубляет его страдания. Видите, как часто бывает, вообще книга Иова, она поразительно точна в описании человеческой психологии. Часто бывает, что мы вступаем в разговор с правильными утверждениями, как Иов, да? Я не знаю за собой греха, я не заслужил этих страданий. Но затем вскрываются какие-то недостатки нашего мышления, нашего понимания, да? Всевышний несправедлив, или Всевышний не знает, что со мной происходит, если бы он только узнал, он бы сразу же все отменил. Ведь так же Иов говорит. Всевышний не знает. А его трое друзей вступают в разговор с хорошими мотивами защитить Бога. Потом начинают обвинять Иова так, что просто, ну, горько становится, и таких друзей не пожелаешь себе. Так часто бывает в жизни, да, что люди с хорошими мотивами делают не всегда хорошие вещи. И обидеть и ранить могут с хорошими мотивами. И думают, что они правы. Вместе с тем надо заметить, что Иов, несмотря на уверенность в несправедливости своих страданий, нигде не позволяет себе богохульства. Он ни разу не позволяет себе высказаться о Боге в неуважительном тоне. Он хочет аудиенцию Бога, чтобы прояснить всякие недоразумения, получить от него оправдательный приговор, потому что, наверное, Бог допустил недосмотр. Иов уверен в благоприятном решении в отношении своей просьбы. 31 глава, 35-36 стихи. «О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы Защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец». То есть он уверен в оправдательном приговоре. При этом Иов осознает, что тот же самый Бог, который причинил ему страдания, является его самой большой надеждой. Это видно в его знаменитом исповедании веры, 19 глава, 25-27 стихи. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся душу мою». Кого Он называет Искупителем? Самого Бога, да? То есть сам Бог, который причинил ему страдания и управляет всеми обстоятельствами жизни, Иов это признает, Он же является Его Искупителем. И Он говорит, «Я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Дальше Бог приближает к себе, вскрывая проблемы богословия, 32-37 главы. «Для всех трех друзей и для самого Иова произошедшая трагедия не поддавалась объяснению с точки зрения их богословия, то есть их понимания Бога. Иов требует суда с Богом, так как считает, что не заслужил таких мучений. Друзья Иова обличают Его, считая, что причина страданий кроется в тайном грехе. Господь позволил Иову и Его трем друзьям сначала высказаться, однако позднее показал, что они все были неправы. Друзья Иова были неправы в своих беспочвенных обвинениях, в жестоком отношении к страждущему. Их главная богословская ошибка заключалась в том, что как награда, так и наказание должны постигать человека немедленно. Поэтому степень земного успеха всегда должна видимым образом соответствовать духовным заслугам. Однако это не так. Иначе бы не было нужды в суде после смерти. Не всегда сразу при жизни совершается суд, а поэтому судьба человека не всегда коррелирует с его заслугами. Праведники могут страдать здесь на земле, нечестивые могут наслаждаться здесь на земле, потому что суд будет потом. Итак, друзья Иова были неправы в отношении вот этой идеи. А сам Иов был неправ в том, что считал себя вправе протестовать против Божьих решений. Иов недооценивал совершенный характер премудрости Бога, у которого никогда не бывает ошибки или недосмотра. Далее Бог приближает к себе, открывая свое всемогущество. 38-41 главы. Мы не будем подробно об этом говорить, но вы помните, когда Бог является ему и говорит, где был ты, когда я созидал основание земли, где был ты, когда я делал то и другое, знаешь ли ты, как то и другое делается, как животные рождаются, где находят пищу вороны и так далее. Он показал Иову, что Иов на самом деле ничего не знает. Но Бог знает все. Если даже в отношении процессов животной природы мы не можем дать всех объяснений, то как мы можем дать объяснений в отношении тому, что происходит в нашей жизни? Конечно же, мы не знаем всего. И здесь нам нужно только лишь доверяться Богу. Ну и, наконец, Бог приближает к себе, даруя покаяние. 42 глава, первые девять стихов. Когда Иов осознал Божье всемогущество, он смирился перед ним и признал, что прежде рассуждал о Боге неверно. По сути, он как бы сказал Богу, я не могу ответить на все твои вопросы. Все, что я могу, это раскаяться в прахе и пепле. И он говорит, 42 глава, 5-6 стихи, я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Иов отказался от своих прав, признал стопроцентные права Творца на его жизнь и в итоге был назван рабом Бога, 7-9 стихи, и стал ходатаем за своих друзей. Дорогие друзья, когда мы говорим о страдании других людей, нам, в отличие от друзей Иова, нужно быть очень осторожными в своих суждениях. Иногда все попытки объяснить какие-то жизненные проблемы оказываются бесполезными. Благочестивые люди могут подвергаться страданиям, нечестивые могут благоденствовать, поэтому нельзя судить о духовности человека по его трудностям или успехам. Главная задача христианина не избавиться от боли, а угодить Богу своей реакции на боль, прославляя его за все трудности. Человек не может спорить с Богом, и чем больше верующие познают величие Бога, тем глубже они осознают свою греховность и несовершенство и больше учатся доверять Ему. И так Бог приближает к себе. Наконец, концовка этой книги учит нас еще одной важной истине. Бог благословляет верность. Бог благословляет верность. Это последние стихи с 10 по 18. В послании Иакова Господь призывает нас смотреть на две вещи. На терпение Иова и на то, как закончилась его жизнь. Иакова, 5 глава, 11 стих говорит, «Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Так что нам нужно думать не только о терпении Иова и брать его в качестве примера, но и вспоминать конец оного от Господа, видеть, чем закончилась его история и в этом находить утешение. Конец истории Иова насыщен Божьими благословениями. После того, как Бог оправдал его, было сказано 10 стих, «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Интересно, что Иову нужно было сначала помолиться за своих друзей неправых, походатайствовать за них, простить их полностью, да? Потом Бог возвратил ему все, что он потерял. Это напоминает нам слова Христа, да, что когда вы молитесь, прощайте ваших врагов. Помните, в молитве Господней, «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Потом Христос говорит, «Ибо если вы будете прощать, простит вам и Отец ваш небесный согрешение ваше, если вы не будете прощать, и Отец ваш не простит вам». То есть история Иова тоже показывает иллюстрацию этого. Он должен был сначала простить их несправедливое обвинение. Он походатайствовал о них, помолился, и затем Бог восстановил ему все, что у него было. Бог вновь восстановил семью Иова, дал ему десять детей, умножил его имущество, насытил долголетием его земную жизнь. Дал ему еще 140 лет прожить. Это после того, как он уже сидел там, помните, и скреб свою кожу, готовясь умирать от неизлечимого заболевания. 140 лет еще Бог дал. Бог обильно благословил последние дни Иова, однако это не значит, что все страдания проходят, все проблемы решаются, и каждый человек потом живет долго и счастливо. Книга Иова это не как сказка, в которой сказано, что и потом они жили долго и счастливо. Не всегда так происходит. И за эти 140 лет, возможно, Иову еще приходилось страдать, но он уже имел знания, Бога, более глубокое знание Бога, которое помогало ему все эти страдания правильно пройти и преодолеть. Что бы ни случилось, в любом случае важно помнить, что последнюю главу всегда пишет Бог. Давайте применим эту истину к себе. Бог может благословить верность своих детей в испытаниях, дав им здоровье, друзей или богатство, однако самое большое благословение это лучше знать Бога и быть в близких отношениях с Ним. Даже тогда, когда Бог кажется далеким, нужно сохранять стойкость в вере. В страданиях верующий должен не оставлять Бога, а наоборот приближаться к Нему. Утешение в страданиях зависит не столько от понимания их причин, сколько от осознания Божьего величия и мудрости. Интересно, что Иов получил утешение даже не в том, что Бог сказал ему, а ты знаешь, что являлся сатана и говорил вот такие вот вещи и вот что я ему ответил и вот поэтому это с тобой произошло. Бог ему даже не это показал, да, Бог показал ему просто свою мудрость, что Бог управляет всем, всей природой, Бог творец, Бог создал животных, Бог вникает в жизнь даже воронов и львов и ланей, уж тем более заботится о человеке. Так вот, утешение в страданиях зависит не столько от понимания их причин, сколько от осознания того, какой Бог. Страдание может быть интенсивным, но оно в конце концов закончится и Бог даст праведнику обильное благословение. Для терпения в страданиях нужно смотреть на Божью силу и мудрость. Не только на силу, что Бог имеет право делать все, что хочет, но и на мудрость, что Он знает, что будет лучше. Точка зрения друзей Иова сводится к идее, что как весь ад, так и все небо человек получает в земной жизни. Это богословие друзей Иова. И весь ад в земной жизни, и все небо в земной жизни, поэтому, если поступаешь хорошо, будешь счастлив, поступаешь плохо, вот тебе страдания. Однако, эта точка зрения в свете Библии является ошибочной. Мы должны понимать, что правильность или неправильность нашей жизни определяется не земными успехами, а будущим небесным судом. Если даже Бог не избавит своих детей от страданий здесь на земле, то Он сделает это на небесах. Он напишет последнюю главу нашей жизни, последнее слово за Ним. Это книга Иова. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через раба Твоего Иова. Учишь нас Твоей мудрости, Твоему величию, тому, как Ты распоряжаешься и управляешь абсолютно всем и материальным творением, и духовным миром. Ты судишь и на небесах, и на земле. И на земле никакое событие не происходит без Твоей воли. Даже о животном мире Ты заботишься, и даже воронам посылаешь пропитание. И на небе никто не может ослушаться Тебя, и даже сатана не может перейти черту, которую Ты проведешь. Благодарим Тебя, что Ты великий, бесконечный, абсолютно премудрый, всесильный Бог. И наша жизнь находится под Твоим контролем. Помоги нам познавать Тебя и утешаться Тобой. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...